Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события жизни проекта! Благодаря бывшим участникам Дома 2, которых Алена Савкина пригласила на детский праздник гендер-пати, зрители телестройки узнали секрет героини дня раньше, чем она опубликовала свое видео. Беременная Алена Рапунцель узнала полребенка. У нее будет сын. Говорят, что Майя Донцова заранее намекнула своим подписчикам, что Алена ждет мальчика, потому что показала в сторис кусок торта голубого цвета. Но это уже на ее совести, ведь Савкина просила своих друзей не раскрывать ее тайну раньше того, как будущая мама опубликует видео с гендер-пати. «У нас будет сын, наш второй защитник, моя опора, маленький малыш», – пишет Савкина в своем блоге, забывая, что защитой ее семьи должен быть супруг Илья Семин. Однако некоторые зрители заметили, что Илья был чем-то недоволен или раздражен на празднике. Возможно, он мечтал о дочке? Поначалу Савкина была уверена, что у нее будет девочка. Были новости, что она с первых недель беременности говорила о дочке, но теперь у маленького Богдана будет братик. Возможно, Алена поменяет сыну фамилию, чтобы все в ее семье были Семины. На праздник пришло много друзей, в том числе из Дома 2, Ира Пингвинова, Дима Чайков с дочкой Миланой, Май Леша Купиной, Юлия и Мандезир Ефременковой, Маша Кахно со своей мамой. Однако среди гостей не была замечена семья Дмитренко в полном составе. Не секрет, что между сестричками давненько пробежала черная кошка, и теперь они не поддерживают отношения. Оля месяц назад даже не поздравила сестру со свадьбой. По-разному переживали отказ в доступе некоторых социальных сетей многие публичные персоны. Лена Бушина, бывшая участница Дома 2 и подруга Ксении Бородиной, нашла время с детьми книжку почитать и вовремя лечь спать, обнаружив, что все-таки зависимо от телефона. Ольга Бузова даже рада сбою в работе соцсетей, так как была на мероприятии Космополитен. Известная медиаперсона и звезда телеканала ТНТ Ольга Бузова очень гордится своим сотрудничеством на протяжении ряда лет с этим гламурным изданием, потому не упустила случая выложить в Инстаграме новое фото с этого мероприятия. Ведь в связи с запретом массовых мероприятий в столице теперь под вопросом премьеры ее нового концертного шоу, о подготовке которого она так много рассказывала ранее. Иногда оторваться от интернета и телефона полезно, согласны с мнением Ольги Бузовой или нет? Что было бы, если бы еще и электричество отключили? Уже завтра Саша Черно ляжет под нож пластического хирурга, отчаявшаяся похудеть с помощью диеты правильного питания, экс-участница Дома-2 решилась на крайние меры – операцию по шунтированию желудка. Правда, даже сейчас Саша пытается найти причину своего такого огромного веса. Однако многие убеждены, что девушка банально ищет себе оправдания. Накануне Черно поделилась детским фото, обозначив тот возраст, после которого начала прибавлять в весе. Вот только если раньше Саша винила исключительно бросившую ее мать и злых тетю и бабушку, которые якобы лишали ее вкусной еды, то теперь в деле появился еще один фигурант, им стал маргинальный супруг тети. По словам Саши, мужчина не только пил, но и избивал всех членов ее семьи, причем повзрослев, именно Черно пыталась держать мужчину в узде. Но от этого росли ее комплексы, неуверенность в объектах противоположного пола и вес. К слову, на фото Александра действительно выглядит худышкой и мало похожа на себя нынешнюю. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Интересная новость с сайта шло. Как только кто-то из представителей женского пола обращает внимание на Женю Ромашова в периметре, в соцсетях в бой бросаются фанаты Кристины Бухенбалты. Теперь уже следом за Анной Маданна, Стасия Бигрина вынуждена отбиваться от нападок антифанатов за свою страсть к Ромашову. Настя не видит ничего особенного в том, что пошла на поводу чувств и провела два дня с музыкантом в гостинице. Тем более, что с Кристиной Женя уже расстался, пару Бигрина не разбивала. А по сравнению с той же Аленой Опенченко, спортсменка считает себя белой и пушистой в отношениях к мужчинам Дома-2. Но нравятся Насте Бигриной молодые парни, такие как Данила Колесов, а симпатичен ей Женя Ромашов. Тем более, что флирт между ними длится уже давно. Может же свободная девушка себе позволить не считаться с чувствами той же Бухенбалты. Не подвергать же ее за это травле в социальных сетях. А вы на чьей стороне в этой истории? Кристины, уже помирившейся с Женей или Настей Бигриной. Огромных усилий стоит Алексею Адееву сдерживаться во время общения с Аней, которую он простил и решил вернуться к ней. В недавнем эфире операторы показали крупным планом лицо пьяной Анны, соблазняющей Дмитрия Васильева. Дима сразу заявил, что возврата не будет. Девушка по старой привычке начала унижать Адеева, брызгая ему в лицо виноградным соком. У Ани Брянской начались мучения из-за неудач в отношениях. Как известно, Васильев дал ей простую проверку, которую она не прошла, и Адеев больше не интересуется ею. Зрители Дома-2 ежедневно пишут Адееву в соцсетях, чтобы он перестал присмыкаться перед Брянской, которая больше не скрывает, что хочет флиртовать и общаться с Васильевым. Несмотря на очевидные провокации, Адеев устраивает свинг, потом прощает Аню, потом ревнует, потом пытается быть с ней. Этот роман закончился, очередным нападением, считают поклонники телешоу. Ведущие смотрят сквозь пальцы на поведение Анны, руководство Дома-2 поощряет Брянскую, создавая ей комфортные условия для игры под камерами. Ни разу ее не сажали в изолятор за то, что она подняла руку на Адеева. Брянская уверяет, что организаторы ей потакают, не предлагая молодой женщине закодироваться. Что ждут организаторы и чем закончится пребывание Брянской на реалити-шоу. Стало известно, каким образом звезды Дома-2 попадают в клипы современных исполнителей, да и в различные программы и интервью. Ирина Пинчук отказалась от съемок в клипе Егора Крида. Певец разослал предложение по известным блогершам Инстаграма. Изначально просил за роль в своем клипе 2,5 миллиона рублей, затем начал снижать цену и дошел до 1 миллиона. Пинчук даже миллион платить Криду за свое участие в его клипе не захотела. Позже Иришка узнала, что ее некоторым знакомым тоже предлагали роль, желающих не нашлось. Ходят слухи, что Виктория Бонни и другие светские львицы, причастные к Дому-2, нынче намели, а телеведущие звезды шоу-бизнеса ждут, чтобы им самим заплатили. Разве что продюсер Олеся Семиренко купит ей эту рекламу. Желающих сотрудничать с Кридом на данный момент за такую крупную сумму не нашлось. Пинчук смеется и рассказывает подписчикам, что эпизод в клипе длится всего несколько секунд и играть нужно танцовщицу. Интересно, если бы Пинчук не поправилась после родов до такой степени, что у нее нет ни одного купальника и она не может сбросить вес, она отказалась бы от такого пиара или торговалась бы до последнего? Это были все новости на сегодня! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!